Сон о Марине Цветаевой. В комнату медленно проникали солнечные лучи. Напротив меня в кресле сидела Марина, облаченная в старенький коричневый плащ. В ее ующихся волосах шелестел ветер. За окном было лазурное море. Белые барашки и грилла бежали в сторону солнца. Марина сидела молча, о чем-то задумавшись. В ее план не входило раскрывать душу незнакомой девушки. И все же я подошла к ней и заговорила. Марина Ивановна, я ждала этой встречи во сне в 10 лет. Поэтесса сильно удивилась, повернулась ко мне и ответила. Это вы переворошили все мои собрания сочинений, бродили по моему дому в Елабу. А еще, наверное, собираетесь в Москву. Когда же вы наконец-то оставите меня в покое? Я все вижу, но ничего не могу с ним поделать. Впрочем, давайте поговорим. Я рада, что вы перешли ко мне практически на могилу. Как вы там в 21 веке? Кто-нибудь еще меня читает? Вы знаете, Марина Ивановна, читает. Мы с научной руководителями написали о вашем творчестве много научных работ. И что же вы написали обо мне интересного? Моя дипломная работа называется «Лики речи с героиней Цветаевой» в книге стихов «Версты». «Мариночка, ну что же вы так бы сказали, что не просто так вы погуляете по местам моей скитании? Извините, не признала сразу. У вас хороший научный руководитель, раздава такую тему. «Версты» — это переходная книга. Я очень много в нее вложила. Вы верно, тайно очень любите цыган? Верно. Как будто во мне течет цыганская кровь. Очень люблю красные платья и цветы, цыганские танцы, костры, длинные черные волосы. Мариночка, все это ясно, как белый день. Но вот зачем вы поехали в Хайфу? В Израиле, где я никогда не была, вы всегда будете чувствовать себя одинокими. Пройдет несколько лет на море, и вы сильно пожалеете, что уехали из России. Если бы вы знали, как плохо мне было в эмиграции в Чехии и во Франции, эти страны, мне кажется, вы давно любите заочно, мечтаете увидеть вживую. Но не бедите сразу, иначе попадете в очередную ловушку. Хорошо подумайте и осознайте, что Россия все-таки — ваш родной дом. За границей будут встречаться земляки, но эти редкие разговоры с ними не вылечат душу. Вам нужно находиться с действительно родными людьми в духовной связи, иначе не будете чувствовать себя одиночкой, как и я. Марина, очень вас понимаю, но будьте осторожны. Оно богат для вас, очень опасно, как и Москва. Не попадите под дурное влияние. Вам еще возможно что-то изменить, а я буду отбывать наказание за самоубийство вечно. Знаете, как это было? Я до последнего хотела помочь Георгию, Ариадне, найти работу, но меня душила тоска. Я не находила там себе места. Даже родные дети не могли меня понять. Правда, я не всегда понимала их. А у вас родится дочка, сами не заметите, как это случится. Она станет самым светлым ангелом вашей жизни. Это быть подарком за рану ушедшую маму. И еще, знаете, поменьше открывайтесь не таковым людям. Они лишь посмеются над вами. Будьте счастливы. Может, когда-нибудь встретимся в других воплощениях. Помните, что я вам сказала. И счастье улыбайтесь. Вам очень идет улыбка. Я сидела и смотрела в окно. Рядом было крест. Не только же задела Марина. Бирюзовое море было спокойным. Мои волны утихомирились. Солнце садилось, и вадная гладь краснела. Чайки пели свою бросную песню. Белоснежные занавески шелестели передо мной. Я закрыла окно и вышла на улицу. Не ожидала передо мной предстала Москва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова